приветствую сегодня буду вам рассказывать о том как же рисую а точнее о самом процессе от начала и до конца в этот раз я буду говорить один же так что если вы пришли послушать о том как же рисую в традишке то ссори не в этот раз не буду затягивать со вступлением а просто сразу прорекламирую материальную поддержку канала донат в любой валюте никого не принуждаю ссылочка в описании теперь приступим к самому видосу начнем с того что я рисую на данный момент про креете так что я буду отталкиваться именно от него почти все фичи что будут в этом видосе вы аналогично сможете найти в любой другой программе даже если вы рисуете в пейнте вопрос зачем только перед тем как рисовать вы должны быть уверены что сидите в комфортной позе да это важно иначе вы будете думать не о рисунке а о том как у вас болит спина нога рука и так далее допустим вы комфортно уселись начнем создание холста так как я публикую в инсту почти все что рисует то выбираю максимальный вертикальный формат вот сравнение логично что 4 5 будет явно больше на экране смартфона но вы можете выбрать любой другой формат который хотите но не ставил будет обрезать так вот я выбираю rgb палитру потому что она больше подходит для инет картинок можно выбрать смог но он больше для печати подходит я редко публику и speedpaint так что выбрал самое маленькое разрешение чтобы максимально сэкономить память на айпаде она ведь не резиновая еще упомянуть dpi эта штука нужно если вы будете печатать картинку чем больше dpi тем меньше пиксельным будет изображение в итоге советую брать 350 при печати и 150 при обычном постинге в интернете вот мы создали сам холст что же дальше в таком случае я заранее продумываю в голове идею арта а потом когда уже созрела то создаю холст и рисую соответственно но что же делать если я уже создала холст а идеи нет открываем это раз конечно я не знаю кто тот гениальный человек что создал пинтерест но это лучшее приложение с поиском по картинкам в разы лучше поисковика гугла по моему скромному мнению тут будет моя небольшая реклама пинтереста по ссылкой в описании закрепи висят картинки которыми я вдохновляюсь можете себя сохранить я рисую скетч темно-красным либо темно-синим цветом а сам лайн темно-голубым просто чтоб не запутаться иногда я просто подтираю изначальный скетч и в итоге выходит живой но неаккуратный line но я так делаю не часто в последнее время после того как закончила line я обязательно заливаю все одним цветом слоем ниже а потом уже крашу другим нужной области поводу палитры то я либо беру их из интернета что крайне редко либо сама подбираю зачастую руководствуюсь правилам чем ярче тем лучше но главное не переборщить после заливки я блюрю свой line знаю точно что в сай и в про креете есть блюр по гауссу для теней я использую либо красный либо синий либо ультрамарин с умножением черные серые тени я никогда не использую вот прям никогда я всегда зачем-то добавляю голубой рефлекс где-то в глубине теней это уже такая привычка без нее я не могу я вроде где-то читала что-то добавляет глубины и живости но зачастую берут цвет этого рефлекса именно с фона они исключительно голубой как я надо ладно зато классно выглядит следующий пункт о том какие текстуры я использую текстура точек это самое лучшее что могло придумать человечество я серьезно раньше добавляла эти точки поверх всего арта а сейчас же только в районе теней с эффектом рассеянного света мне это напоминает комиксы чтобы сделать такой эффект вам нужно либо скачать либо самому создать такую кисть либо скачать из гугла точечки и встать поверх арта далее я крашу line блокируя сам слой и делаю белую обводку если нужно и добавляю бличочки я думаю владельцы айфонов поняли что это блик эмодзи который я просто сделала штампом кистью не на что очень удобно в конце либо в начале тут уж как повезет накидывай шум с умножением собственно на этом все я рассказал о своем процессе рисования но стоп 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 я же не рассказала своих кистях своих козырях я бы так сказала вопрос про кисти мне задают очень часто поверьте поэтому я покажу свой арсенал кистей сухие чернила кисть для скетча лайна теней иногда фона незаменимая вещь просто я по этой причине в сае не хочу возвращаться там нет этой встроенной кисти световое перо она мне нужно исключительно чтобы рисовать светящиеся объекты мягкий аэрограф и мягкое смешение просто кисти для блюра ничего особенно блестки как уже говорила это я сама сделала такую кисть письмо просто кисть без текстуры для того чтобы полностью без просвета закрашивать объекты у на ну и надеюсь правильно прочла кисть которую я использую исключительно для фона ну и кисть штамп подпись как говорится работа умнее розетта самая текстурная кисть с точечками ничего лишнего фурни аукс просто кисть для кожаных материалов и кисть название которое не могу прочитать нужна для текстуры ткани это я скажем так рассказала о своих полноценных работах но если вы избраны и сидите моем телеграме и иногда в инстаграме то видите как я на постоянке публику и скетчи из ибиса тут все просто на экране код кисти сканируйте и бисе я ничего серьезного не рисую а мне нужен лишь для того чтобы порисовать иногда на уроке польского в ибисе я симпую по кире моему персонажу ну блин он очень классный ну и бонус как я рисую руки и тело тоже у меня иногда складывается впечатление что скоро появится культ из людей что обожают руки на моих работах так вот как же я рисую руки так как я уже не новичок рисую руки самостоятельно соответственно за исключением некоторых моментов если не могу нарисовать ладонь то бегу снова в пинтерест и ищу там референсы рук после чего кидаю референс в пробу потом я мысленно возношусь и в голове анализирую построение руки после чего поклядывая на референс я рисую ладонь некоторые рисуют построение поверх самой ладони а потом уже ориентируется на него все не ну а о чем вы еще думали вы надеялись на то что я продала душу дьяволу отчасти это правда только это секрет ну это как я рисую тело зачастую я использую два типа женских и мужских тел вот собственно женское тело и мужское возможно вы могли заметить что анатомия тел моей стилистике очень приближена к реальной человеческой за исключением головы конечно но это были всего лишь скетчи здесь я не прорисовывала тела детально ну а теперь спидпейнт почти до конца видоса просто чтобы вы немного отвлеклись и порисовали со мной под этот ролик если вы художник ну и просто чтобы увидели то о чем я вам рассказывала в видосе уже на практике это был пока для моего мерча над которым мы активно работали девушка зовут яки приятно спидпайнт а и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok